Субтитры создавал DimaTorzok Сильные люди История про Стаса Кандалинцева Уши Стаса немного отличаются от тех, которые мы видим обычно Из-за физиологической формы у него нарушен слух Парень прошел путь от одинокого сироты с инвалидностью До мастера своего дела, окруженного множеством друзей Сейчас он победитель национального чемпионата Обилимпикс Преподаватель и счастливый человек Поступил первый класс Когда писали мои сочинения Я просто не слышал, что говорю преподаватель Все писали, а я не писал И она обратила на то внимание Ну я стараюсь Открытым быть Воспринимать так, как есть А общение с людьми не помощь не требуется Но требуется, когда проводятся совещания Мероприятия большие Наши встречи У меня есть сурдопереводчик Марина Александровна Стаса я знаю с 2010 года Он пришел к нам учиться А я здесь уже работала сурдопереводчиком Стас родился в Магадане Жил он в детском доме Он является сиротой В городе Магадане нет школы для глухих детей Поэтому детей и слабослышащих, и глухих Отправляют всех в Хабаровскую школу Школу-интернат для глухих детей Я когда попал в эту школу И как бы тоже Вначале не обратил внимание Что это была со школы А потом мне сказали Что здесь учатся Ребята сапослышащие и глухие Тоже не понял Как это понять А потом смотрю Они что-то там руками махали И не понял Что они это делают А там среди меня были Только глухие И я же понимал, что а как с ними общаться Надо что-то делать И тут как раз на полке стоял букварь Где там был 6-й алфавит А, П, В, Г, Т И я начал учить Когда Стас закончил школу И встал вопрос о том Куда дальше идти учиться Выбора особо не было Было единственное учебное заведение Где работает сурдопереводчик Это вот наше ПТУ номер 6 было Ну, наверное, я когда поступил сюда учиться И я понял, что Мне нравится все Это карту и мое Мне кажется, что Кроме вот этой вот работы Нигде такому не опучится Потому что многие люди Которые сидят В сидящем месте Ну, это, как понимаете, мое движение Знаете, движение – это жизнь Я готовлюсь к международному чемпионату Стас закончил здесь Наше ПТУ И вернулся к себе в Магадан Для того, чтобы потом получить квартиру Так как он является сиротой Подремонтировал квартиру Продал и вернулся сюда, в Хабаровск Здесь себе приобрел жилье Устроился домостроительный завод Россия попала в движение Биолимпикс И с 2016 года Хабаровск принял участие В этом конкурсном соревновании Биолимпикс Кондольденцев Станислав Был студентом нашего образовательного учреждения И когда мы стали привлекать специалистов Просмотрели всех своих студентов И пригласили Станислава участвовать в этом конкурсе Ну, первый раз, ну, вот Вот так вот выглядело Понимаете, потому что я никогда не работал с этими обоями Первый, второй, третий, третий раз получался Потом четвертый, пятый уже понял После тренировки мы ищем свои недоотсчеты И следующая тренировка дает сделать лучше Из пяти человек должно выйти международ в чемпионат Два человека и один в резерве Но я сам хочу попасть Именно из двух лучших Чтобы представлять город Хапаровск На спорной России Международ в чемпионате Биолимпикс Все, значит, мы его снимаем, да? Вот если человек ставит цель, он всегда свои утопьется Даже если путь провал, он все равно будет идти по этой цели Поэтому я считавшись, если ставлю цель, я иду Ну, смотрите, я вот цель первую поставлю, приехать в Хапаровск Я думал, что это, наверное, полгода случится А потом растянулось Я говорю, у меня все получится Если я поставил цель, надо ее добиться Все, цель я добился Я теперь здесь в Хапаровске Вторая цель Дойти до международного уровня Олимпикс Мы идем Идем, идем, идем В 1060 году Калина Сатана мне предложила Уссу и социальная работа Мастерам производственного обучения По плесовке ПЛИ Доброе утро, ребят Здравствуйте, здрасте Просто я на эту голову приходит А как ты будешь, дальше, с настоящими работать? Будут они тебя принимать или нет? Когда я пришел первый сентября на работу Ну, обычно студентов собирают по группам И по кабинетам их для знакомства Ну, я такой человек очень скромный Как бы не умею Вот так вот сразу все, знаете Так, субчатый шпатель, маленький шпатель Берем А потом когда знакомство произошло Я понял, что ничего такого нету Ну, обычные студенты Обычный мастер производственного обучения Как бы только понимаем Вот так вот И шифоний немножко Никита Пересин, мой подопечный Я ему сказал, что Пусть участвует в Апилинпице Он говорит, да, я буду У него три, получается Первый раз это не получилось Когда мы начали переносить на стенку Мы посмотрели Я говорю, все, Никита, давай с Атой Мы начинаем заново Ну, то есть быть очень внимательным Ну, я за него волнуюсь Наверное, больше, чем он Ну, я думаю, да, мы выйдем Пятерку лучших То есть я ему говорю Я дальше посвоню родителям Говорю, давайте мы его поддержим Давайте мы его будем мотивировать Вести его дальше Рядите, когда с удовольствием мы это Я говорю, пожалуйста Потому что мотивация и поддержка Это главное для человека Чтобы он думал, что он не один А мы рядом, которые мы его кушаем Тренируем, подсказываем И как бы ведем его правильное направление Ну, хорошо, ты тоже мотивировать Не просто Родители будут крутиться Редактор субтитров А.Семкин